Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире летний эфир и с вами самый летний ведущий Виталий Терон. Сегодня мы поговорим о фотографировании, вообще о фотографии. А все дело в том, что сегодня у нас отмечается день фотографа. Он отмечается 12 июля, а связано это с тем, что 12 июля это день Святой Вероники, которая считается покровительницей как раз-таки фотографов и вообще фотографии. И сегодня у нас в гостях фотографы, как это не было бы банально. Это Алексей Росов, фотограф и победитель прошлогоднего конкурса «Якутск глазами горожан», но об этом конкурсе мы поговорим чуть попозже, Петр Семенович Аконечников. Здравствуйте! Здравствуйте! Как давно вы фотографируете? Вопрос сразу к обойму у нас. Ну, по правде, я вот когда учился в школе, на пятом классе, мне вот подарили первую смену фотоаппарат. Ну, я там выступал в басне вот Кунди Рибида, мне подарили фотоаппарат смена, но я очень, когда начал фотографировать, очень удивился, и отсюда я уже начал фотографировать. Вы удивились тому, что можно щелкнуть, и картинка сохранится, да? Да, я там снимал, там, школьников, и перероды, где там интересно, это очень было. В пятом классе, да? В пятом классе. В пятом классе вы по школе ходили с фотоаппаратом. Да, да, да. И это, наверное, всеобщее восхищение вызывало у ребят, наверное, зависть небольшая, да? Да, это было давно, где-то, когда я в школе вот учился, и вот я уже увлекался. И уже с того времени начали. Да. Алексей, как давно вы фотографируете? Ну, я, конечно, с идеических лет, как бы, заниматься фотографией, уже почти 10 лет занимаюсь фотографией. Вот, как-то так. А как вообще к этому приходят? Как становятся фотографами? Вы тоже вам подарили фотоаппарат? Нет, я, как-то было возможно, взял себе простую самую камеру на те времена, и начал фотографировать знакомых, друзей своих, и со временем мне это затянуло, понравилось, увлекся, и решил попробовать более заняться серьезно этим. То есть такого, как бы, не было в голове бизнес-плана, да? Нет, бизнес-плана не было. То есть вот я возьму себе фотоаппарат простой, сфотографирую там всех друзей, куплю чуть подороже, стану известным. Нет, нет, это как хобби было у меня. Как хобби. Как хобби. Уже 10 лет. Уже 10 лет. За 10 лет уже, наверное, какой-то свой стиль, свой любимый жанр. Да, я выработал свой стиль, жанр, как бы, и уже более ушел в профессиональную, как бы, деятельность. Как вы любите фотографировать? В каком жанре? В основном работаю в студии с девушками, в основном стиль преобладает к ню. Это ню, вы сказали, да? Да. Правильно слышал, понятно. И вы все 10 лет фотографировали в этом стиле? Нет, как бы, начинал более со скромного. Просто модельные тесты, там, девушки платья. Все, так же семейными съемками занимался и на свадьбах работал. Вот все, по чуть-чуть. А, Петр, вы в каком стиле фотографируете? Не в ню? Я понял, как. В каком стиле вы фотографируете? Ну, фотографирую, например, я люблю фотографировать. Я вообще-то держу все время фотоаппарат, где куда иду и так снимаю. Всегда с собой фотоаппарат? Да, с собой. Это мой. То есть я когда писал, что возьмите свой фотоаппарат, я мог не волноваться, у вас он был бы в любом случае с собой, да? Да, я, например, где там интересный снимаю, там, например, природу, людей, где там на улицу ходят. И, ну, самое главное, мне деловых людей снимаю, фотографирую. Деловых людей – это кого? Да, ну, где там, ну, вот моя работа такая. Ну, а кого фотографируете? Деловых людей, в смысле бизнесменов, там, политиков? Это кого? Я вот долгое время работал в правительстве, вот, ну, первый президент, и второй президент, и вот, где-то президент. А, президент фотографируете. Да, да, да. Какие-то потом, я попрошу у вас советы, может быть, нас сейчас смотрят какие-то политики, которые станут президентами, руководителем республики. Конечно. И советы того, как позировать для фотографов. Ну, чуть попозже, хорошо? Там, конечно, позировать нельзя, но надо фотографировать, на деловом установке надо смотреть внимательно. А я вот так снимаю, основной они работают. Ну, они вообще не позируют. Я так снимаю, где-то там, где ловить надо. Тогда наоборот, вы скажете пару советов, как человек опытный фотограф, может быть, начинающим фотографом, ну, и тоже, опять-таки, попозже попрошу. Так, хотел спросить, в каком жанре я уже спрашивал, а вот, сейчас вообще фотографирование, это, ну, повсеместно, все фотографируют. Есть Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, и все, у кого есть, допустим, телефон, уже могут начать свою карьеру профессионального фотографа. Да, любой ли человек, который имеет фотоаппарат в том или ином виде, сразу становится профессиональным фотографом? В чем различие профессионального фотографа от любителя? Ну, сейчас фотоаппарата стало очень много, но там сейчас дети даже снимают, это телефон снимает, ну, вообще-то разница есть, но профессиональный аппарат совсем другой, ну, надо, ну, как вам объяснить. Ну, фотоаппарат, это, короче говоря, снимают, это история, я так думаю. Вот, например, вчера было, это история, сегодня день есть, а завтра день, загадка. А вот, когда фото посмотрите, это будет... История. История. Это никогда не принес, вчерашний день уже все, только рассказывали это фото. Ну, хорошо, давайте в эту сторону тогда немножко углубимся. Вот у вас, Алексей, тоже есть с собой фотоаппарат. Расскажите про фотоаппарат. А чем, допустим, отличается этот фотоаппарат, я телефон сегодня взял, ну, от обычной фотокамеры там, на телефон современный? Ну, хотя бы взять, допустим, разрешение камеры, то есть здесь 6 тысяч на 3,5 тысячи, ну, чуть больше, да, или у телефона там. Ну, 16 мегапикселей, я знаю, МП, допустим, последние фотоаппараты. А вот в таких это сколько? Здесь, допустим, 23. 23. И разница в чем будет? В качестве картинки? Разница в разрешении, разница в светопередаче, как бы. Вот, и, опять же, объективы многое решают тоже. Можете показать объективы, как они снимаются, не снимаются, чем отличаются, какие есть? Сигма 35 объектив, фикс, вот, светочувствительный, 1,4 диафагма. А у вас? То есть, ну, у меня это канон, объективы, сила нехорошая. Нехорошая? Хорошая. Хорошая. Ну, обычно это объектив снимают репортажные, а не портретные, вот где там что идет, вот это, репортажные там, думаю. А, то есть у вас специально есть объективы для разных форматов, да? Портретные. Портретные есть. Там природу, когда снимаете, один другой, это совсем объектив нужен. А вот самые подходящие, вот сейчас на работу, это объектив, ну, канон. Ну, очень, очень надежно, и сила хорошая, и так далее. Вот вы часто говорите, что снимать, допустим, природу, это всегда хорошее дело. Природа красивая всегда, да? Да, природу тоже снимать надо, это под аппаратом, ну, ну, конечно, это раньше была смена, зенит был, ну, совсем другая, а вот фотоаппарат совсем современный, все технологии, компьютер, все, и надо сделать, ну, когда я вот люблю, фотографировать натурально, а вот некоторые вот, когда фотографируют, и делают, ну, фотошоп, это не фото. Фотошопом пользуются еще? Это не фото, я вот фотографировать надо, натурально надо снимать. А вы свои фотографии не обрабатываете, что ли? Нет, не обрабатываю. Алексей, вы решите таким? Да, мы обрабатываем фотографии, потому что зачастую работаем, как бы, с рекламой, и там просто необходимо делать красивую, гладкую кожу, убирать какие-то дефекты, где-то подправить платье, скорректировать фигуру, и прочее. Ну, что-то реклама, как бы, без этого уже никак. Вот, международные, да, например, там, я один раз, конечно, фотошопом делал, потом они не принимали. Мы не принимаем, но все-то правильно, вот, это только натурой передвает. В смысле, ну, фото выставки, официальные встречи, когда происходят, нужно фотографировать и не пользоваться фотошопом, ничто не рекоментировать? Фотошопом не пользуемся, потому что, естественно, нам самому надо. Так и должен быть, потому что, это же, ну, кому как, конечно, ну, я, по правде, фотошопом не используюсь. Я натурой. От темы фотошопа отойдем. Вот вы говорите, что фотографируете официальные встречи, да, президентом? Да, я вот специальные встречи фотографирую, где деловодство, где так далее, но я смотрю, когда они, вот, все смотрю, и как они работают. Может быть, нас сейчас смотрят политики, ну, конечно, они не будут спрашивать у вас, в какой позе мне фотографироваться, но, может быть, они сейчас нас смотрят и возьмут себе на заметку, как им лучше всего сидеть, чтобы выйти максимально серьезно. Какие советы небольшие от фотографа? так я фотографирую. Как сидят, так и фотографируете? Ну, как они работают, я так и снимаю. А вот сидят так, меня так... Разницы нету? То есть, хоть так, хоть так, хоть так... Нет, я так не делаю, потому что фотографирую в деловом установке. Так и должен быть. Что такое деловая установка? Это как? Ну, деловая установка, это когда не работает, например, это... Серьезное лицо? Серьезно, тогда деловая установка, в общий порядок, я тогда фотографирую, где установку, где рапортаж, и вот так и снимаю. Понятно. Потом сюда мы посмотрим, и отсюда мы так делаем. Хорошо. Алексей, вы пришли сюда не одним, вы пришли с фотомоделью, Юлия Орлова. Юлия, давно фотографируетесь? Я давно фотографируюсь, уже довольно-таки, около 10-5-6 лет. 10-5-6 лет. Ну, в общем, не первый год фотографируете, да? Какие есть позиции, ну, как у девушек, потому что у парней, наверное, совсем другие позы, есть для фотографирования, потому что я вот, как по себе знаю, кто, допустим, подписан на мой инстаграм, а не фотографирую, я фотографируюсь либо вот так, лучше стану, либо вот так, либо вот так, еще вот так, потом я. И все. Какие у девушек есть позы, чтобы не было скучно, чтобы было интересно смотреть тот же самый инстаграм, тот же самый социальные сети? Ну, вообще, чем натуральнее, тем лучше фотографируется, как будто ты живьем. Например, махнуть пальто там своим, или плащом, или жилеткой, улыбнуться, чем больше улыбок, тем больше приветливее, кажется, твой инстаграм, ну, или вообще фото, любое. Вот так делаешь. Потом можно с головой что-то отклонить, и девушкам лучше обращать на то внимание, какие у них выгодные ракурсы есть. Например, я очень люблю фотографироваться, ну, вот этой стороной. Левой стороной. Да, все равно нельзя. Ламфас не очень люблю, потому что, мне кажется, что это не мое. Так, можно сейчас положить микрофон, и у вас где-то одна минута будет, чтобы провести небольшую фотосессию. Ну, вот именно с точками, типа поза 1, поза 2, поза 3, 30 секунд. Давайте. Просим, и поехали. Дорогие телезрители, мы уходим на рекламную паузу, не переключайтесь, мы вернемся буквально через 2 минуты. Дорогие телезрители, мы снова в эфире, вы смотрите летний эфир, и с вами самый летний ведущий Виталий Терон. Итак, мы сегодня говорим про фотографии, но фотографии, это, наверное, было сначала вашим хобби, да? Ну, как у всех, фотографирование это хобби. А сейчас ваше хобби что? Потому что фотографирование стало вашей основной профессией, и сказать, что это хобби, уже язык не поворачивает. Чем вы занимаетесь в свободное время? Вот Алексей, вы, допустим. Ну, к сожалению, в свободном времени очень мало, так я совмещаю две работы, это фитнес-тренер и фотография. Фитнес-тренер, да? Фотография уже более серьезное дело переросло, то есть это тоже как вторая работа моя полноценная стала. Тогда у вас просто две работы и никакого хоббита? Две, две любимые работы. Две любимые работы. Может быть, вы любите готовить или не любите готовить? Нет, готовить точно не люблю. Ладно. Петр, у вас, чем вы занимаетесь в свободное время? Ну, в свободное время я вот иногда занимаюсь, изучаю вот японский язык, ну, конечно, это надо читать, много надо, но я вот это в свободное время, ну, иногда вообще время не бывает, поторопирую, работаю, людей снимаю, теперь у меня вот такая. Ну, это на самом деле ничего неинтересно, японский язык, об этом мы обязательно поговорим, но только после сюжета, где нам расскажут, какие вообще интересные хобби есть в миру. Хобби это то, чем вы обожаете заниматься в ваше свободное время. Кто-то занимается скраббукингом, кто-то коллекционирует предметы, ну, а кто-то любит выращивать цветы или заниматься спортом. Но бывают и очень необычные хобби, и вот об 11 из них мы сегодня вам расскажем. Празднование Рождества. Все мы слышали истории, когда люди не хотят убирать елку после окончания новогодних праздников, и она стоит наряженная, украшенная в их квартире целый год. На самом деле это еще цветочки. Вот, к примеру, этот мужчина так любит Рождество, что отмечает его каждый день вот уже в течение 12 лет. На это он уже потратил 1 миллион фунтов, это примерно 70 миллионов рублей. За это время он съел 100 тысяч пирогов с начинкой, выпил 5000 бутылок вина и съел 26 тысяч жареных картошек. Отправить игрушку в путешествие. Если вы хоть раз смотрели добрую французскую комедию Амели, то сразу вспомните смешного садового гнома, которого главная героиня, благодаря своей подружке стюардессе, отправила в далекое путешествие. Теперь отправить свою любимую игрушку в путешествие может каждый. Для этого можно использовать различные сайты, например, международный ресурс Toy Voyagers. Просто зарегистрируйтесь на нем, и рано или поздно ваша игрушка получит приглашение приехать в гости. Следующий шаг запаковать путешественника в коробку и отнести на почту. После того, как плюшевый медведь добирается до пункта назначения, принимающая сторона возит его по разным достопримечательностям, фотографирует и выкладывает снимки на сайте в виде подтверждения того, что игрушка побывала везде и видела все, что обычно показывают туристам. Притворяться мертвым 56-летний Чак Лэмп в буквальном смысле умирает, чтобы заработать на жизнь. В 2005 году он оставил работу IT-инженером, чтобы полностью посвятить себя очень странному хобби игре в мертвеца. Сегодня он зарабатывает до полутора тысяч долларов в день, играя мертвеца в различных фильмах и телевизионных шоу. Поначалу он выкладывал фото, где он мертвый на своем дэдбоди Гайком. Сайт стал так популярен, что в первые дни запуска его посетило более 50 миллионов человек. Чак участвовал в нескольких популярных шоу, а затем его нашли агенты, и он стал сниматься мертвым для телевидения. Он снялся уже в 25 сценах, в том числе принял участие в голливудском фильме ужасов под названием «Вакансия». Картины из кассетной пленки Кто бы мог подумать, что пленку из раритетных сегодня аудио или видеокассет можно использовать для создания необычных и потрясающих картин. Как это делает, к примеру, американский дизайнер Эрика Симмонс. Девушка признается, что обожает работать с любыми необычными материалами, в частности, с кассетными пленками. Она режет их на кусочки, а потом создает портреты. Например, портреты знаменитых музыкантов и актеров. 15 секунд славы Познакомьтесь с жителем Лондона Полом Яроу. Он очень хочет попасть на телевидение. Так сильно, что как только он видит снимающую новость и команду телевизионщиков, то тут же начинает бесцельно бродить позади них, так, чтобы попасть в объектив телекамеры. Таким образом, ему уже удалось сняться в нескольких новостных роликах, но Пол на этом останавливаться не собирается. Дорогие телезрители, вот вы узнали, чем вы можете заняться этим и летом. Если лето, допустим, у вас проходит достаточно скучно. Но чтобы скучно лето, ну или, по крайней мере, наш эфир не проходил для наших фотографов, у меня для них есть одно задание. Итак, уважаемые фотографы, у меня для вас есть задание. Сейчас у вас будет минуты три, наверное, для поиска одной лучшей фотографии. Как, кстати, много фотографий надо сделать на фотосессию, чтобы вышла, допустим, одна хорошая, один хороший кадр? Чем больше, тем лучше. Ну, в среднем, наверное, выходит, есть какая-то статистика уже за время? Ну, 15-20 кадров, думаю. 15-20 кадров и потом один из 15, и это нормальный кадр. Петр, у вас какая статистика примерно? Сколько нужно сделать фотографий, чтобы вышел хороший кадр? Ну, вот правильно, чем больше, чем лучше. Ну, хорошо, тогда у вас за три минуты задача сделать чем больше, тем лучше фотографии либо нашей студии, операторов, фотокамер, нас, ну, и потом уже завтра. Я попрошу эти фотографии выслать к нам, и мы в социальной сети Инстаграм выложим вот эти две фотографии, и наши телезрители определят, чей кадр был лучше. Хорошо? Итак, время пошло, можете вставать, можете сидя, как вам удобно. И, дорогие телезрители, я рад вам представить Ольгу Алексееву. Это главный специалист отдела по связям с общественностью департамента, по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ внешними и межрегиональными связями окружной администрации города Якутска. И Ольга нам очень подробно расскажет о фотоконкурсе, который у нас проходит в городе, или вообще в республиканский конкурс, наверное, да? Якутск глазами горожан. Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о нашем фотоконкурсе Якутск глазами горожан. В год добра в этом году окружная администрация города Якутска проводит уже шестой фотоконкурс Якутск глазами горожан. Он в этом году посвящен юбилею столицы 385-летию города Якутска. Якутск глазами горожан стал уже излюбленным конкурсом. Всех фотографов? Или не только? Для всех. Участие могут принимать все. Никаких ограничений нет. Главное, чтобы фотографии соответствовали номинациям нашего фотоконкурса. Вот насчет участников. У нас есть участники и дети даже, и пожилые люди. Поступают очень много интересных работ. В этом году у нас четыре направления. Это добрые дела родному Якутску, горожанин, фотоистория Якутска и горжусь своей столицей. А этот конкурс ежегодно проводится? Он с какого года уже проводится у нас? Проводится он у нас с 2012 года. 2012 года. Вы говорили, что даже дети принимают участие в этом конкурсе. А дети выигрывали что-нибудь уже? Нет. К сожалению, пока нет. Летние пока нет. Но лучшие фотографии, отобранные конкурсной комиссией, это обычно бывает порядка 100 фотографий на один фотоальбом, входят фотоальбом Якутску с глазами горожан. То есть по итогам фотоконкурса мы выпускаем фотоальбом и проводим фотовыставку. И как раз таки в этом альбоме наверняка очень много фотографий, которые сделали как раз таки дети, да? Да. Есть такие работы. А что фотографируют обычно вот за эти годы? Я уверен, что скопилось множество-множество фотографий. Вы можете, допустим, первая номинация какая? Первый жанр? Добрые дела родному Якутску. Добрые дела родному Якутску. Что можно сфотографировать? Потому что я тоже хочу поучаствовать. Эта номинация у нас введена в этом году. С года в год у нас номинации меняются. Традиционные номинации это у нас, конечно, горжусь своей столицей. Это достопримечательности и панорама города. Вот, например, добрые дела родному Якутску. Это я, допустим, могу перевести бабушку через дорогу и сделать селфи с бабушкой. Да, можно и так. Да, абсолютно верно. Так, а еще какие-нибудь варианты есть? А то сейчас бабушка будет атаковать фотографии. Ну, например, вообще, почему мы в этом году открыли такое направление? Потому что в этом году у нас объявлен год добра в городском округе города Якутск. Поэтому, соответственно, мы поддерживаем добрые дела, добрые намерения, благотворительность и волонтерство и так далее. Мы, собственно, открыли такое направление в фотоконкурсе. Так, хорошо, идем дальше. У нас какой следующий? Горожанин. Горожанин. фотография все равно должна быть какая-то интересная. вообще, все фотографии очень интересные, да, например, бывает фотография портретного характера, допустим, того же эсэха, например, эсэха плюмады. Ну, уже поздно фотографировать эсэха. у всех, я думаю, есть фотографии с того же эсэха, конечно. Да, вот, и дальше у нас фотоистория якутска, это фотоколлаж из фотографий, то есть до и после. А нужно использовать свои имена фотографии до... Нет, это, конечно, виды города. Ну, любые вот черно-белые фотографии, которые были сделаны в старину. Автор фотографии должен быть один. Вот, то есть человек должен сфотографировать уже продолжительное время. то есть может есть какая-то фотография, которая была сделана 10 лет назад, например. Человек может сфотографировать на сегодня, например, и это уже будет как бы фотоистория якутска. Допустим, вот улица Чернышевского сейчас ее отремонтировали там, вот она разбитая, а вот типа сейчас. Это тоже подойдет? Да, тоже подойдет. Хорошо, дальше идем, какая следующая у нас? Дальше у нас горжусь своей столицей, ну, это виды города, панорама. Тут, я думаю, понятно. Куда нужно отправлять фотографии свои? Есть три способа подачи заявки. Это на портале дневники ЕКТРУ с хэштегом якутскфото 2017. Если есть дневник, если нету дневника? А если нет, то можете принести на электронном носителе к нам в отдел, в отдел по связям с общественностью и окружной администрацией по адресу Ленина 15, 207 кабинет. Либо на e-mail, по-моему. Либо можно отправить на e-mail yakutsk-foto собачка-mail.ru Обязательно надо будет прикрепить заявку с информацией об участнике. Ольга, большое спасибо за информацию. Дорогие телезрители, также подписывайтесь на наш инстаграм nvk.saha и участвуйте в выборе лучшей фотографии, которая была сделана сегодня вместе с нашими фотографами. Увидимся с вами уже завтра. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok